Слово для выступления предоставляется Игорю Захаревичу, председателю общественной организации ОСМД, заместителю председателя областного общественного совета. Игорь Захаревич, как никто другой, знает настроение и проблемы наших людей, знает, как хлопотен быт и сколько нужно работать, чтобы люди жили в комфортных условиях. Но сегодня не идет речь о бытовом комфорте. Сегодня мы говорим о комфорте душевном. Ведь мы здесь для того, чтобы говорить, как хотим, и думать, как хотим. Дорогие земляки, многонациональный Донбасс, я приветствую вас сегодня. Спасибо вам большое за то, что вы в свой выходной день собрались здесь, для того, чтобы выразить свою позицию. А какая у нас сегодня позиция? Оппозиция, мы привыкли к тому, чтобы у нас был порядок и закон. Мы не хотим, чтобы у нас проходило то, что проходило в некоторых уголках нашей страны. Мы хотим сегодня мир, стабильность, мы хотим порядок. Мы хотим, чтобы у всех была работа, чтобы местное самоуправление делало свое дело, чтобы каждый из нас делал свое дело, и чтобы в целом мы имели благополучный край, который даст возможность растить нам наших детей. Но некоторые провокаторы сегодня делают все для того, чтобы расколоть страну, для того, чтобы внести смуту в наши ряды. Но наша цель и задача – это унитарная страна, одно государство, цельное государство. И мы должны сегодня сделать все для того, чтобы сохранить это государство. И мы все будем для этого сегодня делать, потому что жилищники области высказали свою позицию. Донбасс за закон! Донбасс за порядок! Да! Да! Донбасс за губернатора! Да! Да! Спасибо вам, дорогие! Давай, давай, рискни. Еще раз, еще раз, пожалуйста. В нашей области успешно работает региональный общественный совет. В нем собраны самые авторитетные общественные организации Донеччины. Не раз общественный совет выступал с взвешенными заявлениями, помогая стабилизировать ситуацию. Я предоставляю слово председателю Донецкого областного общественного совета Владимиру Землянкину. Я спрашиваю, зачем меня трогать руками? Я сговорю вам, рассказывайте всему миру. Я показываю, как вы делаете себя с прессой. Продолжайте, продолжайте. Дорогие мудрые люди Донбасса, послушайте меня, пожалуйста. Я понимаю, что сегодня мы не должны позволить в наше сознание вселиться ненависти и страху. Дорогие люди, я вам скажу, что я сотрудник милиции. Дорогие люди, послушайте меня, пожалуйста. Не кричите, я вас очень прошу. Мои товарищи погибали эти дни в Киеве. Многие оказались инвалидами. Примите, пожалуйста. Товарищи, давайте мы не допустим этого. Потому что я сам лично на себе испытал ненависть. Я был молодой, здоровый человек. Моя жизнь пошла на перекотяк, потому что была... Это ненависть со стороны людей. Дорогие люди, мы мирный народ. Мы сможем мирно решить все наши проблемы. Дорогие люди, но давайте не позволим поломать позвоночник в нашей Украине. Давайте будем оставаться такими же мирными людьми. Я вас очень прошу, давайте задумаемся о нашей жизни, о наших детях. Я вас очень прошу, спасибо. Я никого не трогаю. Я стою на расстоянии. А вы стоите за кого? Слышь, за кого? Рядом с нами.